Друзья, всем привет! С вами Става Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня в распаковке у меня очень интересный новый телефон от компании Tecno. Телефончик у нас флагманский. Это Phantom X2. Чем же интересен этот телефон? Но начнем с того, что не так часто компания Tecno радует нас воистине флагманским устройством на флагманском железе. Здесь у нас новейший процессор Dimensity 9000 от MTK. У меня версия 8 гигов оперативки и 256 гигов встроенной памяти. Ну и экран. Это топовая AMOLED матрица 6,8 дюйма 120 Гц. Да еще и прикрытая Corning Gorilla Glass Victus. Ну и под стать этой начинки здесь неплохой аккумулятор на 5160 мА с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. И все это великолепие продается по цене чуть менее 40 тысяч рублей. На текущий момент цена этого телефона примерно 38-39 тысяч рублей. И именно в интернет-магазине Play.ru на текущий момент вы можете приобрести эту новинку по самой низкой цене. Также в интернет-магазине Play.ru по самым низким ценам продаются ноутбуки, планшеты, компьютеры, а также бытовая техника. Так что если подбираете себе какой-то новый гаджет, проходите по ссылочке в описании. Ну а мы будем начинать распаковку. Ну что ж, друзья, вот такая вот большущая коробка у Tecno Phantom X2. Едва-едва помещается в кадр. Ну и очень по-премиальному выглядит. Вот таким вот образом вытаскивается, как эдакий ящичек или шкатулка. Ну и Phantom X2 от Tecno более скромен по сравнению с версией Pro, в которой, естественно, более крутые камеры, включая телевик с реальным оптическим увеличением. Здесь все гораздо скромнее. Хотя по железу все неплохо. Довольно интересный, мощный и современный процессор. Пока телефончик отложим в сторону, давайте посмотрим на содержимое коробки. Здесь достаточно большое количество отсеков. Здесь у нас находится, я так подозреваю, чехол. Ну и плюс ко всему скрепка. Очень приятный на ощупь картон. Вы знаете, такой бархатный, реально премиальный. Как будто не телефон Tecno. Ты сейчас распаковываешь. Ну, Samsung, да, друзья. Samsung, не побоюсь этого слова. Хотя в телефонах Samsung ты не найдешь такое количество аксессуаров, которые здесь у нас положили. Вот такой вот очень прикольный, опять же, по-премиальному, по-дорогому ощущающийся чехольчик. Такой похож на кожу фактурой. Очень приятный soft-touch материал. И вы посмотрите, какой здесь набалдашник под модуль камеры. Ну и сам чехол здесь у нас пластиковый. Что здесь имеется еще? Еще несколько отсеков. В одном из них, я так подозреваю, находится провод. Ну да, кабель Type-C. Ну а во втором отсеке находится у нас зарядное устройство. Давайте извлекать. Так, с другой стороны. Да, здесь. Ну и блок, да, довольно-таки большой. И здесь у нас написано 45 ватт. Ну и сам телефон, давайте его изучим. Очень надеюсь, что смогу в ближайшее время добраться до Pro-версии этого телефончика. Но пока, да, вот у меня в распаковке и на обзоре младший брат без приставочки Pro. Тем не менее, смотрится он, конечно, очень круто. Опять же, вот этот огроменный модуль камеры на тыльной стороне. Несмотря на то, что здесь не самые навороченные модули, но они очень даже неплохи. Основной сенсор на 64 мегапикселя от Samsung с поддержкой оптической стабилизации. Также здесь 13-мегапиксельный ширик. Опять же, это Samsung. Ну и 2-мегапиксельный второстепенный модуль. Ну и фронтальная камера также здесь у нас от Samsung на 32 мегапикселя. Экран, естественно, водопад. Очень прикольный. Практически безрамочный. Здесь у нас тончайшие рамочки. Ну и материалы корпуса здесь, конечно же, премиальные. Металлическая рамка. Приятно холодит руку. И действительно, телефончик смотрится очень и очень нарядно. С правой стороны у нас кнопка включения клавиш регулировки громкости. С левой стороны ничего. С чего сверху микрофон шумоподавления. Ну и здесь такая глянцевая прикольная полосочка. Снизу динамик Type-C основной микрофон. Ну и, конечно же, сим-лоток. Ну и, понятное дело, сим-лоток здесь у нас поддерживает только две симки. SD-шку вставить нельзя. Но зато имеется довольно-таки серьезная силиконовая прокладочка. Да, здесь влагозащита у нас никак не заявлена. Но, по крайней мере, капли дождя внутрь точно не попадут. На экране у нас наклеена пленочка. Это очень здорово. Имеется вот такой вот чехольчик и пленка. Ну и что прикольно, этот чехол как раз-таки позволяет без проблем пользоваться экраном-водопадом. Ибо палец у вас не будет ни обо что касаться и, как говорится, запинаться. Ну и, да, вот такой вот бортик это необходимость. Потому что модуль камеры довольно-таки серьезно выпирает с тыльной стороны. Ну и сам по себе телефончик нельзя сказать, что очень компактный и легкий. В толщину 8,9 мм. Весом 200 грамм. Довольно-таки увесистое устройство. Но, опять-таки, мы понимаем, откуда берется вес. Ибо здесь у нас металл. Имеются некие такие вкрапления и блестяшки, которые вот по цветам ламп переливаются и смотрятся очень неплохо. В общем, действительно, телефончик ощущается как премиальное устройство. И тут прекрасно понимаешь, откуда берется цена порядка 40 тысяч рублей. Ну что ж, друзья, я буду телефон включать, буду настраивать и вернусь к вам. Я настроил телефон, настроил сканер отпечатка пальцев. Он находится у нас под экраном. И разблокировка происходит очень и очень шустро. Имеется Always-On Display, так как здесь у нас OLED-экран, на котором может быть отображено время, дата, заряд аккумулятора, ну и все ваши уведомления. Экран смотрится, конечно, очень круто, четкий, яркий, ну и здорово, что он водопад. Ну или как его еще называют, безграничный экран. И мне нравится, когда вот иконочки как бы перетекают с тыльной стороны через боковую на переднюю часть. Смотрится это действительно классно. И я каждый раз долгое время вот играюсь, скажем так, как будто первый раз вижу телефоны с подобными экранчиками. Ну и пока настраивал телефон, пока надевал, снимал чехол, обратил внимание на фишечку. Оказывается, это чехол со встроенной подставкой. Вот таким вот образом она выдвигается, и вы можете телефон поставить на стол для того, чтобы посмотреть киношку, ютюбчик, либо же просто поиграть в игрушки. Это действительно прикольно и неожиданно, если честно. Да, я знаю, что в продаже имеются чехлы со встроенными подставками, но чтобы подобный чехол шел в комплекте, я, если честно, вижу впервые. Действительно очень и очень здорово. Ну и здесь у нас, естественно, традиционная для Текно оболочка HiOS 12 версии, опять же на базе 12-го андроида. Ну и смотрится она действительно очень здорово, очень классно оптимизирована. Чем-то немножко похожа на Realme UI, чем-то на MIUI. В общем, взяла все самое лучшее от различных оболочек. Ну и здесь краткие технические характеристики видны на экране. Dimensity 9000, 8 гиг оперативки с расширением до 5 гигов, ну и 256 гигов внутреннего пространства. Что здорово! Аккумулятор большущий, 5160 мА, ну и поддержка быстрой зарядки 45 Вт позволяет зарядить его от 0 до 100% менее чем за 1 час. Ну, так заявляет производитель, мы это, естественно, все проверим и в основном обзоре я вам расскажу. Чем нравится эта оболочка? Тем, что здесь очень большое количество возможностей по персонализации, и темы имеются, и настройки обоев, и шрифтов, и, естественно, Always on Display. Здесь также все можно кастомизировать под себя, выбрать различные варианты и сразу, как говорится, примерить. В общем, действительно удобная оболочка, которая позволит настроить все, как вам нравится. По экрану довольно-таки неплохо работает адаптивная регулировка яркости, очень быстро подстраивается под условия окружения, ну а сама яркость здесь регулируется в очень-очень большом диапазоне. DC-димминга я здесь не увидел, но, тем не менее, шим здесь невелик. На примерно 50% яркости, как я привык использовать, ну, практически на камеру не видно никакой пульсации. Нужно снижать примерно до 25-30%, чтобы эта пульсация была заметна. Так что я думаю, что проблем со зрением, с глазами у вас не возникнет, даже если вы так же, как и я, подвержены влиянию шим. Имеется темная тема. Опять же, OLED-экран позволяет немножко сэкономить заряд аккумулятора за счет темной темы. Смотрится неплохо. Имеется режим высокой яркости для использования на улице в яркий солнечный день. Ну и, естественно, можно выбрать частоту обновления экрана, зафиксировать 60-120, либо же оставить выбор по умолчанию, как телефончик, скажем так, решит сам. Автоматически. Имеется возможность выбора цветовых схем, яркие цвета, либо оригинальные, ну и цветовой температуры, от холодной до теплой. Но мы оставим все по умолчанию. В общем, действительно, все очень неплохо настраивается, и экран можно действительно настроить полностью под себя. Ну и, естественно, имеется как управление жестами, так и наэкранными клавишами. В общем, здесь что сказать. Довольно шустро реагирует телефончик, ибо процессор мощный, флагманский. В общем, здесь каких-то нареканий и вопросов нет. По коммуникациям полный порядок. Здесь у нас, естественно, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, NFC имеется, ну и, естественно, Bluetooth версии 5.3. Это очень здорово. В общем, смотрится телефончик на первый взгляд действительно неплохо. Давайте послушаем, как звучит динамик. Ну, что можно сказать? Я действительно не ошибся, когда сказал динамик. Ведь динамик здесь один. Хотя, если честно, от этого флагманского устройства, ну, скажем так, псевдофлагманского или предфлагманского, ожидаешь увидеть стереодинамики. Опять же, учитывая, что телефон стоит практически 40 тысяч рублей. Но нет, динамик здесь один, находится с нижней стороны. Но, справедливости ради, довольно громкий, четкий. Звучит он хорошо. Но, опять же, повторюсь, я ожидал увидеть здесь именно стереодинамики. Потому что телефончики Tecno приучили нас, что даже в бюджетных, недорогих телефонах, они устанавливают стереодинамики. Но здесь, видимо, не нашлось места для второго динамика в довольно изящном и тонком телефончике. В общем, странно. Ну и что касается фотовозможностей. Да, в первую очередь, конечно, когда мы говорим о фото и видео, мы говорим о версии Pro. Ведь именно она обещает нам супер навороченные камеры. Здесь все гораздо скромнее в этом плане. Камера у нас обычная. Ну, такая, скажем так, не супер навороченная, хотя и с оптической стабилизацией. Тем не менее, она позволит делать неплохие снимки даже в помещении. Я прошелся по квартире, сделал несколько кадров. Ну вот, фронтальная на 32 мегапикселя меня очень порадовала. Шикарнейшая детализация. Картинка получается очень резкой, насыщенной. И действительно смотрится очень здорово. Ну и основной модуль тоже позволяет делать хорошие кадры даже там, где света недостаточно. Вот мелкий текст. Абсолютно читаем, несмотря на то, что баночка стоит на полке, где света мало. Ну и вот несколько, скажем так, фруктов, овощей и растений, чтобы посмотреть на цветопередачу. Здесь все, повторюсь, шикарно. Вы посмотрите на детализацию. Насколько сильно можно приблизить и разглядеть просто буквально ворсинки на растениях. Ну, действительно, здесь что-то говорить плохого, конечно, язык не поворачивается. Это все-таки довольно дорогое, ну и можно сказать, для Текна флагманское устройство. Кошка стоит в коридоре темном и, в принципе, вы знаете, получилось отлично. Не намека на шумы и детализация здесь шикарнейшая. В общем, да, камера, в принципе, неплоха. С точки зрения видео вы можете писать вплоть до 4К 60 кадров в секунду. Как уже сказал, здесь у нас оптическая стабилизация, но все мы это, естественно, проверим. И в основном обзоре я поподробнее вам расскажу. Ну, а на первый взгляд телефончик очень и очень интересен. Очень классный набор, расширенный здесь. Прикольно смотрится он и по-премиальному ощущается в руках. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить основной обзор, который выйдет примерно через неделю. Ну, а на всем все. С вами был Айс. Ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok